...какие-то, своего рода, накладочки, какие-то предразумения. Они настоящие профессионалы своего дела. Они понимают, что такое организовать шоу такого масштаба, когда люди прилетают с олимпийских инверсий и так далее. Что за провокации ты готовишь? Расскажи нам, пожалуйста. По-моему, сейчас они будут катать всю олимпийскую программу? Да! А мы посмотрим, мы полюбуемся, а что? Нам в замысл. Ребята, я хочу вам сказать, что мы все время говорим о том, что у нас написано, что мы можем рассказать про наших гостей и героев, а они сами, собственно говоря, вам ничего не могут сказать. Поэтому у вас есть сейчас уникальная возможность по тройке вопросов задать. Потому что я объяснил, что у нас ребята, ну вот там, запылесами пытаются привести себя в порядок, какие-то там коньки зашнуровать вовремя, и нам нужно еще потянуть времени. А надо, чтобы не потянуть, потому что у вас реально есть какие-то интересные вопросы для них. Первый вопрос. Я не могу. Первый вопрос, продолжат они кататься или нет? Первый вопрос. Я думаю, что русские люди хотят знать, если вы хотите продолжать скейтинг. А вы хотите продолжать скейтинг? Вы не должны ответить. Да, я не знаю, мы не имеем ответа. Я думаю, мы все равно с удовольствием, что я думаю, что я думаю, что это замечательно, что это игры. Я думаю, как русские, мы очень рады, что это игры для нас, я думаю. Так что мы сейчас немножко эмоциональны. Окей, но то, что он сказал, что я, может, чуть-чуть от себя добавлю, они не закончат кататься, но пока что еще не знаю, будете продолжать в спорте или нет, потому что они очень перенасыщены волнениями эмоциями и серьезные решения принимать, конечно, сейчас не хочется. Так что угрозы нашей команде все еще присутствуют. А вы, девушки, слово не хотите дать? А какие-нибудь вопросы-то, если может быть? По одному. Ничего себе по одному. Это мы на завтрашнее утро не разойдемся. Ну давайте, прошу. Так, хорошо, хорошо. Так что у вас, насколько сложно заниматься фигурным катанием? Хороший вопрос. А кто для меня? Невозможно. Невозможно. Часлы. Смотря на них, это не очень сложно, да? Ну, как я уверен, что вы сегодня видели, это очень требовательное. Но, по-моему, я чувствую себя более комфортно на моих скатах, чем на моих бегах. Но я сказала, что, конечно, ваши апплодисменты. Достойно. Прекрасно. Я сказала, что, как вы все видите, очень, конечно, физически сложный вид спорта фигурное катание. Но, если мы до конца откровенны с вами, то она всегда намного чувствует увереннее и свободнее на коньках, нежели в кроссовках. А вот на полу она даже не скоординирована. Представляете? Спасибо. Господи, что будет, если ее поставить штыки, на которых я бегаю кроссы? Вот он залог успеха. Меньших тросов, больше коньков. Для леда. Окей, guys, here is no questions. Just what we want to say to Russian people. Спасибо. 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 Я надеюсь, что я смогу объяснить, как специально это скатать здесь в России. Это абсолютно феноменальный стран, и эти скатинги всегда очень знаменитые. Это всегда один из наших любимых мест, чтобы посетить. И мы очень благодарны за все вашу поддержку из-за души. Спасибо! Я очень желаю, что я не могу сейчас своими словами объяснить вам по-русски, как она благодарна и как очень волнительно всегда это важно для них пытаться перед русской аудиторией, перед российским зрителем. А дальше я забыл, как это было. Я просто хочу сказать спасибо за этот красивый аркестра, которые просто играли в сердце все-таки. Спасибо за субтитры! Спасибо за субтитры! Спасибо за субтитры! Спасибо за субтитры!